В честь праздника более 200 специалистов, работающих на различных предприятиях городского хозяйства, отметили грамотами главы города за добросовестный и плодотворный труд. Поздравляя с профессиональным праздником, заместитель главы города Юрий Поломарчук отметил значимость отрасли жизнеобеспечения в развитии экономики Сочи и преемственность поколений среди специалистов ЖКХ. Все люди, которые имеют определенный опыт, имеют определенный возраст, и с высоты этого возраста могут передавать свои знания молодым специалистам, молодым рабочим, которые приходят в нашу отрасль, это уже очень хорошо, это дорогого стоит. Это значит, что наша отрасль имеет будущее, что мы не остановимся, мы будем работать и будем работать на благо граждан, на благо всего города Сочи. Но я хотел бы вас попросить повнимательнее относиться к нужным печальным людей. Нареканий к ЖКХ у жителей города традиционно много, но за последние годы в этой отрасли произошли кардинальные изменения. Самое главное, курорту обеспечена энергобезопасность. Сегодня Сочинская ТЭС вырабатывает 160 мегаватт, а Олимпийский энергообъект Адлерская ТЭС – 360 мегаватт. Полностью заменена вветшавшая распределительная сеть, а это ни много ни мало – 700 километров линий и 438 трансформаторных подстанций. Работа по реконструкции энергосети продолжается в Лазаревском районе и горных селах. Постепенно решаются и экологические проблемы. Закрыты обе городские свалки. Уже несколько лет действуют новые сети канализования и очистные сооружения в Адлерском районе. Появились новые глубоководные выпуски в море. Введены в эксплуатацию два водозабора на реке Псоу и Мзымта. Все это гарантирует новый уровень экологической безопасности, а значит новое качество жизни горожан. Я хочу поздравить всех работников жилищно-коммунального хозяйства, их семьи, их близких с этим прекрасным праздником. Пожелать им здоровья, счастья, удачи и понимать, что перед нами стоят очень серьезные задачи. Работы у сотрудников сферы ЖКХ достаточно в любое время года. Сейчас коммунальщики уже начали готовиться к лету. Когда восстановится теплая погода, это покраска бордюров, покраска деревьев, это обрезка кустарников, пока санитарная очистка вся. А так, конечно, мы очень много уделять будем сейчас внимания, скажем так, брошенным местам. Когда вроде бы это и между домами, но это не могут ни земли поделить, ничего. Мы активное внимание будем уделять им, и наш коллектив, и многие неравнодушные жители. Выходить, конечно же, и очищать наш город, готовить к лету, к весне. Работы по благоустройству и санитарной очистке территории будут выполнены за два месяца. Так что в подготовку города к курортному сезону сотрудники отрасли внесут и свой вклад. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.